Посадочный талон универсальнее, чем кажется. После того, как пройдете на посадку, используйте его с умом. Заправьте одну сторону посадочного талона под чехол телефона, а вторую — под защёлку раскладного столика. У вас получится импровизированный кинотеатр, и полет уже не будет таким скучным. Вы когда-нибудь набирали в магазине столько товаров, что начинали жалеть об отсутствии лишней пары рук? В следующий раз, когда отправитесь на шоппинг, возьмите с собой карабин. Благодаря этому маленькому помощнику вы сможете унести всё, что купите на распродаже в чёрную пятницу двумя своими руками. Просто повесьте все пакеты с покупками на карабин. Чтобы было удобнее, настоятельно рекомендую обмотать одну его сторону тканью. Здесь есть спортсмены. Следующий совет для вас. Если у ваших карманов нет молний или кнопок, и вы не хотите растерять ключи и прочую мелочь во время бега, вам поможет резинка. Стяните карман изнутри, как сделал этот интернет-пользователь, и можно перестать бояться карманников. Ещё одна хитрость для тренировок. Из-за внутренних швов на носках во время бега легко натереть ноги. Не обязательно выкидывать такие носки и покупать новые, бесшовные. Носите те носки, что у вас есть, вывернув наизнанку. Этот пользователь Reddit просто гений. Если сомневаетесь, что купюра в 100 долларов, которую вы держите в руках, настоящая, можете воспользоваться этим трюком. Видите синюю линию? Она выглядит так, будто вплетена внутрь бумаги. Сложите купюру таким образом, чтобы эта синяя линия оказалась перед вами, а бумага была слегка отогнута назад. Возьмите иголку и попробуйте вставить её под клапан, который вы увидите. Если купюра настоящая, у вас это получится. А фальшивые деньги обычно не имеют такой особенности, поскольку в большинстве случаев у них нет нескольких слоёв, позволяющих это сделать. Мокрые следы, оставленные на полу вантузом, довольно неприятны, даже если вы тщательно промыли инструмент. Поэтому в следующий раз, когда он придёт вам на помощь, обязательно высушите его. Лучший способ сделать это – положить его под сиденье унитаза. Вы когда-нибудь видели такие ремни на тележках? Вы можете использовать их как держатель для напитка. Да, выглядит не слишком элегантно. Лучше бы в тележки начали добавлять специальные держатели для стаканов. Для тех, кто любит спать в залах ожидания аэропортов, следующий совет – просто спасение. Чтобы защитить ценную ручную кладь, просто проденьте ногу в лямку. Пристегнуть сумку к ноге или руке было бы ещё эффективнее, но не все сумки имеют такую функцию. Вы можете использовать этот лайфхак и в других людных местах. Один пользователь Reddit использует этот трюк в барах, и, похоже, он отлично работает. Также есть хитрость, которая позволяет быстро просеять муку. Удивительно, но для этого вам понадобится массажёр. Вы справитесь за секунды, и ничего не придётся трясти. Кусок ластика поможет вам лучше управлять автоматическими стёклами автомобиля. Собака этого пользователя очень радовалась каждый раз, когда её подвозили, и случайно нажимала лапой на переключатель стеклоподъёмников. Парень вставил хорошо подогнанный кусок ластика в эту ямку, и проблема была решена. Представьте себе, у вас болит горло. Вы обращаетесь к врачу, и он выписывает вам спрей для горла, который творит чудеса. Есть только один минус – омерзительный вкус. Справиться с этим вам поможет ватная палочка. Наносите спрей непосредственно на горло, чтобы не задевать вкусовые рецепторы на языке. Не все любят простой чёрный кофе. Если у вас случайно закончилось молоко или сливки, есть лайфхак. Добавьте в напиток немного мороженого. Оно смягчит естественный вкус кофе. В некоторых свечках при горении появляются отверстия. Чем дольше вы сжёте свечку, тем больше становится это углубление, и в конце концов фитиль сгорает, а воска остаётся много. Чтобы это предотвратить, можете сделать для свечи красивый колпак из алюминиевой фольги. Когда вы зажжёте свечу и наденете на неё колпачок, тепло будет распределяться равномерно, расплавляя весь воск. Щели между плинтусами выглядят неопрятно и портят общий вид комнаты. Можете замазать эти щели кусочком мела, если они вас раздражают. У вас есть прекрасный набор столовых приборов, который оставила вам прабабушка. Но он потускнел со временем, и никакие средства для посуды не помогают? Вас спасут горячая вода, пищевая сода, соль и алюминиевая фольга. Смешайте всё это в одной ёмкости и помните, что лист алюминиевой фольги должен быть просто погружён в воду. Затем возьмите столовые приборы и окуните их в смесь. Мгновенный эффект гарантирован. Посмотрите, какой великолепный результат получился у этого пользователя. Клейкая лента поможет вам отрегулировать паркет, не испортив его. Если вы вдруг заметите щель, и вам понадобится передвинуть паркетную плитку, возьмите клейкую ленту, приклейте её к плитке и потяните. Плитка переместится в то место, где она должна быть. Чтобы присоски хорошо держались, добавьте слой вазелина. Это усилит крепление. А когда они отвалятся в следующий раз, снова нанесите вазелин. Лопатка для готовки может пригодиться не только на кухне, но и в спальне. В следующий раз, когда будете менять простыни, воспользуйтесь лопаткой, чтобы заправить их между кроватью и матрасом. Теперь вы сможете заправлять кровать не менее аккуратно, чем это делают в отелях. Некоторые люди коллекционируют бейсбольные мячи, но их не так-то просто выставить на полки, поскольку они скатываются. Вы можете использовать крышки от бутылок в качестве держателей для бейсбольных мячей, как этот пользователь. Если вам не нравится дизайн крышек, подойдите к делу творческие и покрасьте их. Жестяные банки с томатным супом и другими продуктами – не самая удобная вещь на свете. Иногда вам нужна только часть содержимого, а остальное невозможно хранить должным образом, как только вы откроете консервы. Баночка нутелла – спасение для таких случаев. Ее крышка идеально подходит к жестяным банкам. Вы когда-нибудь замечали, что на дне чашки для стирального порошка скапливается липкий налет? Его бывает довольно трудно отмыть. В следующий раз, когда вы будете стирать, бросьте эту чашку в барабан вместе со стиркой. Можете класть чашку со стиральным порошком в стиральную машину каждый раз, когда используете ее. Так остатки не будут скапливаться, и чашка всегда будет чистой. Представим, что у вас есть два магнита от жесткого диска и пакет чипсов. Связаны ли эти вещи? Конечно! В следующий раз, когда вы будете слишком сыты, чтобы доесть чипсы, закрепите пакет двумя магнитами. Они не пропустят внутрь воздух, и когда вы решите доесть чипсы, вкус останется прежним. Не выбрасывайте остатки брускомыла. Вы можете использовать его до самого конца. Этот пользователь показал, как он сваривает оставшийся брусок с новым, и эти два кусочка прилипают друг к другу во время мытья рук. Если это вам кажется неудобным, можете проявить изобретательность и сделать жидкое мыло из остатков. Как только соберете достаточно маленьких брусочков, натрите их на терке, затем расплавьте в микроволновой печи и добавьте немного воды. Вы можете сами регулировать консистенцию. Чем больше воды вы добавите, тем более водянистым получится мыло. Вы также можете добавить жидкий глицерин для дополнительного увлажнения. Через 24 часа вы сможете пользоваться своим самодельным жидким мылом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...